Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. Как потребовать возврата денег клиентам проблемных банков Татарстана? Кому в первую очередь поможет фонд вкладчиков Татфонбанка? Сколько можно получить за сообщения о незаконных свалках? Все кредиторы Интехбанка и Анкорбанка теперь могут предъявлять свои требования. Об этом объявил Центробанк. Таким образом, подать заявку на возвращение своих средств могут не только вкладчики физлица с депозитами до 1 400 000 рублей, но и все прочие клиенты кредитных учреждений, которых не было в реестре агентства по страхованию вкладов. Согласно сообщению Интехбанка, обратиться с заявлениями можно по 9 адресам в Казани, также будут принимать заявки по одному отделению в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, можно обратиться в три челнинских офиса, два в Нижнекамске и один в Альметьевске. 3 марта, напомним, Центробанк лишил лицензии сразу три банка республики – Татфонбанк, Интехбанк и Анкорбанк. На помощь пострадавшим клиентам Татфонбанка и Интехбанка потребуется более 100 миллиардов рублей. Такова оценка одного из соучредителей профильного фонда помощи Булата Бакеева. Он надеется собрать хотя бы 10 миллиардов для клиентов пострадавших банков. По словам Бакеева, на помощь только физлицам, чьи деньги остались в Татфонбанке, потребуется от 60 до 70 миллиардов. При этом, в первую очередь, фонд займется выплатами религиозным организациям. Проведена предварительная работа с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, проведена работа с Русско-Православной церковью Республики Татарстан. Пока нет информации, есть ли есть какие-то другие религиозные организации, у которых там зависит от других конфессий. В ближайшее время мы объявим координаты, как можно будет связаться, и соберем информацию вот такую. Потому что тоже надо понимать, у нас нет доступа к внутренней информации банков. Всю какую информацию мы имеем, мы имеем только от клиентов, которые обращаются, либо будут обращаться к нам. Татарстанцы за сообщения о несанкционированных свалках теперь могут получить полторы тысячи рублей. Ранее за такие сообщения в народный контроль предполагалось вознаграждение в тысячу рублей. Как заявляет Минэкология, такая программа поощрения действительно работает. При этом активно помогают чиновникам и общественники-добровольцы. Надо отметить активную позицию граждан. В решении этих вопросов успешно показала свою работу создание штаба общественных инспекторов. Это те добровольцы, которые нам в ежедневном режиме помогают. Сейчас это уже больше 200 ребят. Им выдаются удостоверения. Они могут составлять акты экологического обследования, участвовать при составлении протокола, выступать свидетелем при составлении протоколов. Если говорить о результатах, то сегодня каждый пятый административный материал, который составляем в министерстве, это материал, составленный на основе той информации, которую нам предоставили вот эти ребята, общественные инспекторы. Неправильно я сказал, ребята, потому что здесь возрастных ограничений практически нет. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова